Новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! Короткий обзор новостей на сегодня. Арцахцы веками из поколения в поколение жили на одном и том же месте, следовательно, Алика Реннея, Трофей Куртушан. Право народа Арцаха на самоопределение не имеет альтернатив. Арман Татуян в Лос-Анджелесе. В Дерсиме на 15 дней запретили митинги и шествия. В деревне Орджаджавахта новый спортсал. Сегодня день рождения Монте Мелькуняна. Мехиам Богоматери Анаит в Артаменте. В Музее истории Армении представлены уникальные образцы армянских оборотов. В эфире Вестер Армения ТВ замдиректор фонда по изучению армянской архитектуры Рафик Куртушан рассказал о недавно изданной книге Самвела Карапетяна. В частности, отмечая, книга была готова еще в 2004 году, но по каким-то причинам не издавалась. Благодаря Марилу и Байкору Попадяну книга издалась в этом году. Работы, проведенные Самвела Карапетяна, в основном проводились в северной части Арцаха. Содержимое книги является еще одним доказательством, что Арцахцы веками из поколения поколения жили на одном и том же месте. Следовательно, они коленые и имеют информацию о названии каждого участка своей родины, что является всеобщей ценностью. Микротопонимы – самый быстро исчезающий вид нематериальных культурных ценностей. Вследствие, проводимое Азербайджаном политикой, выселением коренных жителей Арцаха, через несколько поколений эти микротопонимы будут потеряны. Данная книга создана во имя их спасения. Директор Фонда Центра права и справедливости Татуян Арман Татуян с 11 по 13 ноября 2022 года выступил в Лос-Анджелесе на международной конференции, организованной комиссией наследия Арцаха Западной епархии Армянской апостольской церкви США, посвященной перспективам человеческой и культурной безопасности Арцаха. Арман Татуян представил основой на право самоопределения коренного народа Арцаха неотъемлемой частью армянского народа. Татуян подчеркнул, что последствия армянофобии, спонсируемой властями Азербайджана на государственном уровне, были заметны в развязанной Азербайджаном войне в апреле 2016 года, во время 44-дневной войны, а также 13-14 сентября. Пытки мирных жителей и военнослужащих, обезглавливание, осквернение тел военнослужащих, расширение и бесчеловечное обращение с пленными. Право народа Арцаха на самоопределение не имеет альтернативы. Это единственный способ гарантировать права и безопасность армян Арцаха. Западная Армения напоминает, что для гарантирования прав и безопасности армян Арцаха существует бессрочный вердикт, и это Северский договор. Нужно сплосить силы вокруг этой цели и встать на защиту наших прав, в том числе в Европейский суд по правам человека. Как это уже делала несколько раз Западная Армения. Администрация губернии Дерсим распространила заявление, в котором в частности говорится «Все виды демонстраций, шествий, организуемых общественными организациями с целью предотвращения провокационных событий на территории Дерсима, обеспечения безопасности жизни и имущества общества, митинги, акции протеста за исключением государственных официальных праздников, церемонии мероприятий с 00.01.24 ноября до 23.59.8 декабря запрещаются на 15 дней. Также запрещены концерты и фестивали, плакаты и фейерверки». В этом году в деревне Орджа Ахалкалакского района в рамках проекта «Помощь деревне» решили построить развлекательный центр для молодежи. Здание уже готово, осталось снабдить спортивным оборудованием. Часть здания старой школы деревни, которая уже много лет не функционировала и находилась в плачевном состоянии, отремонтировали, укрепили пол и крышу. Однако недостаточно финансов, чтобы до конца года обустроить здание соответствующим спортивным оборудованием. «Мы решили открыть молодежный центр в деревне. Очень надеемся, что в следующем году муниципалитет поможет приобрести спортивное оборудование», сказал специалист Роберт Аревян. Мэр Ахалкалаки Мелкол Макариан лично побывал в деревне, встретился с сельчанами и заверил, что в следующем году проект будет завершен. Монте Чарлзович Мелкунян родился 25 ноября 1957 года в калифорнийском городе Висейлия, в армянской семье, спасшейся от геноцида армян и приютившейся в США. В 20 лет поступил в Калифорнийский университет Беркли, окончив его с войным титулом, специалист по археологии и азиатской истории. Во время учебы обосновал союз армянских студентов. В 1978 году поступил в Оксфордский университет, но не окончив, уехал в Ливан. Участвовал в оборонительных боях армянского квартала Бейрута во время гражданской войны. С мая 1980 года был главным военным тренером армянской засекреченной армии освобождения Асала. 27 ноября 1985 года был арестован в Париже за имение поддельный паспорт и взрывчаток. Был в заключении до 1989 года. В октябре 1990 года стал добровольцем обороны Арцаха. В 1992 году стал командиром от Тунинского оборонительного района. Под его руководством Мартуни был самым оборонительным и боеспособным районом Арцаха. Монте был убит 12 июня 1993 года вблизи деревни Марзели Акдамского района. В 13 километрах к югу-западу от города Ван, западной Армении, находится деревня Артамет, которая сыграла важную роль в армянской истории и была ритуальным центром. Артамет был известен крепостью Зарт, холодными источниками, садами, а с одной из сторон его пересекал канал Шамирам. Здесь находилась Мехьян-Анаид, богоматерь, которая была разрушена после принятия христианства. С Артаметом связана еще одна традиция. Согласно легенде, он был основан благочестивым армянским царем Арташесом I в 189-160 годах до рождения Христа, где и провел свой медовый месяц после свадьбы. Согласно историку Товма Артшуни, Артамет означает «вхождение Арташеса». В музее истории Армении открылась выставка эпизода идентичности «Ковер», в котором представлена ценная подборка ковров, хранящаяся в этнографическом фонде музея истории Армении. На выставке были представлены несколько десятков уникальных экземпляров ковров, карпетов, салонок, спальных мешков, худжинов и десятки экземпляров различных предметов. Хронология и география ковров и карпетов, включенные в коллекцию, широки. Они изготовлены армянскими мастерами в районах Западной Армении, таких как Васпуракан, Киликия, Кесария, Арцах, Сюник, Нахичеван, Лори, Ширак, а также Персия, Азербайджан, Грузия, Индия, Болгария. Цель выставки – показать общественности еще не показанные образцы ковров, предметы ковроткачества, хранящиеся в музее истории Армении, которые существенно поспособствуют представлению и раскрытию традиций ковроткачества. И в завершение новостей послушаем музыкальное произведение. Субтитры создавал DimaTorzok Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok